Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы представляем по предмету социологии и политологии лекцию номер 6, которая называется «Семья и современность». Очень актуальная тема. И данная тема будет состоять из следующего плана. Первый вопрос – это понятие брака и семьи. Второй вопрос – типы брачных отношений. Третий вопрос – взаимодействие семьи и общества. Четвертый вопрос – основные функции семьи. Пятый – исторические типы семьи. Шестой вопрос – роль семьи в современном казахстанском обществе. Седьмой вопрос – проблема семейных конфликтов. И, наконец, девятый вопрос – развитие семейной политики в Казахстане и роль института семьи в современном обществе. Итак, позвольте приступить непосредственно к теме лекции. Итак, первый вопрос – понятие брака и семьи. Ну, общеизвестно, что семья – это ячейка общества, да? И поэтому семью изучает такой раздел социологии, как социология семьи. Данный раздел, он изучает функционирование семьи, как социального института и малые группы, структуру семьи, функции семьи, особенности семейно-брачных отношений, образцы семейного поведения и так далее. Что же такое брак? Брак – это добровольный и равный союз между женщиной и мужчиной, направленный на создание семьи. Ну, конечно же, брак, он санкционируется законом и функционирует, соответственно, на основании определенного законодательства, да? У нас, в частности, в Казахстане это закон о браке и семье. Ну, дело в том, что именно через брак общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь, устанавливает супружеские и родительские права и обязанности. Вот, поэтому семья и брак – это очень важные понятия в социологии. Второй вопрос – типы брачных отношений. Ну, вообще, в истории человечества семья прошла, ну, различные имела формы. В частности, это полигамия, да? Полигамия – это брачный союз более двух партнеров. Это, ну, в древности было. Полигамия, она была реализована в двух вариантах. Это полигиния, когда один мужчина имел несколько, две и более жены. И полиандрия – это когда одна женщина имела нескольких мужей. Следующий тип брачных отношений – это групповой брак. Он был вообще присущ первоначальному обществу и санкционировал одновременно, ну, как, сожительство нескольких мужчин и женщин. Вот. Следующий – это моногамия. Ну, это наиболее распространенный тип брачных отношений, который дошел до наших дней. Это брак между одним мужчиной и одной женщиной. Далее – это по выбору брачного партнера браки бывают эндогамные. Это брак между представителями одной социальной группы. И экзогамные – брак между представителями различных социальных групп. По мотивации партнеров бывает брак по любви, по расчету, по шаблону. Ну, первые два брака – это вы знаете. Ну, по шаблону – это когда такое размышление, что все сверстники женятся, и как бы мне не опоздать. По экономическому критерию брак бывает равный и неравный, да? Ну, имеется в виду, тут может быть разница в возрасте, в доходах между партнерами. Также существует колымный брак, который в некоторых странах до сих пор существует. Также существует гражданский брак. Это оформленный в органах госвласти брак без участия церкви. Ну, еще есть второе понимание гражданского брака – это просто сожительство без официальной регистрации, да? Есть понятие повторный брак. Ну, тут все понятно. Когда после растражения брака второй раз мужчина или женщина вступает в брак. Есть также гостевой брак, когда у супругов есть две различные квартиры, и они посещают друг друга два-три раза в неделю. Ранний брак – это брак, заключенный между несовершеннолетними лицами, да? Конкубинат – это связь женатого мужчины с незамужней женщиной, но при этом имеющей от него детей. Тоже распространенная форма. И, наконец, свингерство – это брачное образование, предусматривающее обмен женами и мужьями. Ну, это вот в Европе развито. Третий вопрос. Какова же взаимосвязь семьи и общества? Ну, дело в том, что семья, как социальный институт, она прошла многовековой путь своей эволюции. И она непосредственно повлияла на развитие экономической, политической, социальной сферы практически всех народов мира. Ну, и, конечно же, важно отметить то, что семья, она существует не в вакууме, она в постоянном развитии с обществом находится. Недаром говорят, как будет развиваться семья, так и будет развиваться общество. И китайские мудрецы говорили, что семья – это малое государство, а государство – это большая семья. Вот очень такие, очень хорошие слова. Так. Ну, конечно же, те ценности, которые получит человек в семье, они будут распространяться и в обществе. Вот. Четвертый вопрос – это основные функции семьи. Ну, конечно, самая главная функция – это функция деторождения или репродуктивная, да? То есть, почему она важна? Поскольку все-таки большинство создают семью для продолжения рода. Хотя, мы знаем такие семьи, это бездетные семьи, дети для них не совсем ценность. Бывают такие. Вторая функция – это хозяйство экономическая функция. То есть, это ведение общего домашнего хозяйства и материальное содержание членов семьи. Третья функция – это воспитательная. То есть, дети получают в семье воспитание, определенную систему ценностей, как я уже сказал, да? Функция организации досуга. То есть, именно семья обеспечивает полноценный отдых, восстановление сил. И эта функция, она очень сильно укрепляет семью. Таковы основные функции, которые я вкратце описал вам. Пятый вопрос – исторические типы семьи. Ну, по традиции выделяют, первое – это традиционную семью. То есть, это совместное проживание в семье, по крайней мере, трех поколений. То есть, это мама-папа, дети и бабушка с дедушкой, да? Ну, и как всегда, обычно мужчина, он как бы глава семьи, да? И четкое разделение семейных обязанностей. Нетрадиционная или эксплуататорская семья – такое есть понятие. Это когда женщины работают наравне с мужчинами. Вот отсюда и эксплуататорский характер. Так как женщина, она работает, да? Третий тип семьи – это эголитарно или семья равных. То есть, тут имеется в виду справедливое распределение домашних обязанностей, такой демократический характер отношений в семье. Четвертый тип – это детоцентристская семья. Здесь важная функция именно воспитания детей и подготовка их к самостоятельной жизни. Вот. Таковы основные исторические типы семей. Ну, шестой вопрос о роли семьи в современном казахстанском обществе. Здесь хочется сказать о том, что, несмотря на то, что Казахстан прошел достаточно бурные исторические события, но, тем не менее, слава Богу, все-таки в Казахстане присутствуют такие традиционные патриархальные семьи. Именно экзагамный барьер у казахов в основном ограничивается семью, знанием семи поколений, да? И эти нормы до сих пор придерживаются. Конечно, очень важную роль играет социальная принадлежность сторон, да? С точки зрения современности, социально-экономический фактор заключения брака имеет большое значение и в наше время. Ну, конечно, в большинстве казахстанских семей все-таки существует равноправие, да? Мужа и жены, вот. Взаимное уважение, взаимоподдержка. Безусловно, придерживаются традиционных обычаев, да? До сих пор существуют такие, как, например, смотрины невесты, смотрины приданного, осыпание молодых, подливание жира в огонь невестой, да? Подношение жениху блюда с грудинкой, а сватам мяса задней части животного и так далее. Вот. Ну, большую роль, конечно, в казахстанских семьях играет это рождение детей, это само собой. Вот. Ну и, конечно, это помощь членов семьи, даже если семья расширяется, безусловно. То есть, взаимопомощь членов семьи друг к другу, да? Вот. Ну, по седьмому вопросу, семейные конфликты. Конечно, это фактор, без которого ни одна семья не живет, поскольку конфликт в целом – это двигатель в развитии общества. Вот. Позвольте мне зачитать прямо такое хорошее определение. Семейный конфликт – это осознанное столкновение, это противоборство минимум двух людей, групп, их взаимно противоположных, несовместимых, исключающих друг друга потребности, интересов, целей, типов поведения, отношений, установок, существенно значимых для личности и группы. Ну, конечно, очень важный вопрос – это как разрешить семейные конфликты, да? Ну, данный путь возможен только при условиях, если, во-первых, партнеры уважают друг друга, во-вторых, они не монтополизируют право на знание истины в последней инстанции, да? Умеют слушать друг друга. Когда супруги также умеют все переживать, умеют обсудить проблемы, да, а не вступать в конфликт. Ну, конечно, при условии, когда супруги признают право другого иметь собственные потребности, вот. Поэтому, в целом, разрешение конфликтов в семье, они очень важны, от этого будет зависеть само существование семьи. Конечно, если конфликты не решаются, то происходит распад семьи в ходе развода. Ну, и последний вопрос – развитие семейной политики в Казахстане и роль Института Семьи в современном обществе. В Казахстане государство уделяет большую роль развитию Института Семьи. Государство, оно заинтересовано в том, чтобы шло очень интенсивное воспроизведение населения, улучшалось его здоровье, качество трудовых ресурсов, да? Чтобы шла эффективная социализация детей, все это позволяет, ну, выстроить такие стабильные экономические, политические отношения и так далее. Поэтому, каков будет климат в семье, насколько государство будет поддерживать наши семьи, настолько и плодотворно будет в целом развиваться казахстанское общество. Конечно, очень важны это вот соблюдение семейных ценностей, да? Ценность любви, ценность уважения к старшим, ценность традиционной семьи. Семья, она также всегда заинтересована в благосостоянии, да? В укреплении и поддержании здоровья своих членов. Вот. В целом, что хочется сказать? То, что институт семьи, он играет важную роль в современном обществе. Семья в своем развитии, она прошла очень такие сложные исторические этапы своего развития. В семье, как я уже говорил, проповедуются определенные ценности, в семье существует определенное воспитание. В семье вырастают дети, получают образование. Конечно, очень важная проблема современных казахстанских семей – это проблема разводов. И эта проблема, она, в принципе, всегда была. Но, к сожалению, за последние годы количество разводов, они увеличиваются. Мы сами являемся живыми свидетелями наличия неполных семей, да? Где либо один отец, либо одна мама. Вот. Поэтому тут нужно прилагать общие усилия как государству, так и самих супругов. Таким образом, общество, а его можно назвать большой семьей, прямо пропорционально зависит от здоровья семьи, так же, как и здоровье семьи от общества. Вот. Таким образом, давайте я озвучу те вопросы для закрепления нашей сегодняшней лекции. Итак, первый вопрос. Что собой представляет семья с точки зрения социологии? Второй вопрос. Каковы основные функции семьи? Третий вопрос. А характеризуйте известные вам типы семьи? Четвертый вопрос. Какие вы знаете ключевые проблемы современных казахстанских семей и каковы пути разрешения их? И, наконец, пятый вопрос. Какова в целом роль института семьи в современном обществе? Таким образом, уважаемые друзья, лекция под названием «Семья и современность» подходит к завершению. Еще раз напоминаю, что институт семьи играет большую роль в жизни человека и общества, поскольку именно в рамках семьи человек проходит процесс социализации, а родители и родственники являются агентами первичной социализации. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи.